Радиоспорт уникален тем, что спортсмен может принять участие в соревнованиях, не выходя из дома. Может связываться с корреспондентами на коротких и ультракоротких волнах за сотни километров. Участники от Прикамья выбрали для себя одну из самых высоких точек Пермского края Белогория. Поселились на сутки в доме гостеприимной Валентины Муштагиной и взяли курс на победу. Для всех участников работают Роман, Киловатт, 9, Федор, Игорь, Сергей. Знак Мария. Радио Анна, 9, Федор, Знак Мария. Вас вызывает Роман, Киловатт, 9, Федор, Игорь, Сергей. Прием. Ребята за несколько часов установили связь с любителями из Пермского края, Светловской и Кировской областей. С западным направлением работалось лучше, нежели с восточным. Цель команды быть в десятке лидеров. Мы сейчас идем где-то в пятерочке по Уральскому округу, среди Свердловских и Пермского края. Пока ребята устанавливали связь, хозяйка дома, баба Валя, хлопотала на кухне и звала всех обедать. Такие шумные гости с радиоприемниками пришли с ей по душе. Редко бывает свои-то приезжают, а после так как все хочет делать. Мы привыкли, наверное. Дом инвалидов в такие годы проработала. Там так уже было шумно, крик, писк. Привыкли мы. Старший участник команды Лев Кондраев провел весь день на морозе. Он возложил на себя обязанность поворотного устройства и по просьбе радиолюбителей крутил антенну в нужную сторону. Чуток, 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 чудок. Он говорит «во!» Это сигнал «во!». Для всех участников соревнования работают РК-9, Федор Игорь Сергеевич. Прием. РК-9, Федор Игорь Сергеевич. Здесь у него Антон 9, Федор Леонид Киловат. Несмотря на разнообразие современных услуг связи, радиолюбительство по-прежнему популярно. Радиосвязь, она не всегда хуже электронной почты. Интернет ведь не везде существует. А радио можно практически в любое место принести. Символично, что кубок по радиосвязи, посвященный 150-летию со дня рождения изобретателя радио, проводился на землях Кунгурского района. У Александра Попова кунгурские корни, но имя его значимо для всего Прикамья. Пермский край объявил конкурс имя Перми Великой. Ну и по первому этапу Александр Степанович Попов находится на втором месте среди великих людей Пермской губернии, Пермского края. С одной стороны, радиолюбительство – это хобби. С другой – серьезный вид спорта. Любитель может дорасти до мастера спорта международного класса. Отчеты наших начинающих мастеров будут переданы в Москву, в Союз радиолюбителей России. Имена победителей станут известны как раз в день рождения изобретателя радио Александра Попова, 16 марта.